Сегодня мы с вами проведем занятие о Конституции Российской Федерации и Конвенциях о правах ребенка. Знаете ли вы, что такое Конвенция? Да, конечно. Она действует, но всем нет. Расскажите нам о том, что Конвенция существует уже 25 лет. Для продолжения нашего занятия предлагаю вам присесть. Социальный педагог – это человек, обеспечивающий взаимодействие между семьей, образовательным учреждением, в котором обучается ребенок, и другими организациями. Школьный социальный педагог занимается изучением возрастных особенностей детей, организует различные виды социально полезной деятельности, помогает реализовать правовую защиту и социальную поддержку ребенка и семьи. Проект «Коллаборация как способ достижения социальной нормы» создан для подростков группы риска, позволяющий сформировать положительную динамику в учебной деятельности, в семейной жизни, внутри самой семьи. Уже непосредственно формирование самой личности в классном коллективе или в коллективе, который важен для самого подростка. Цель проекта одна – создать условия для устойчивой личности подростка. Именно с этим проектом как раз и родилась моя «Дама В», о которой я хочу сейчас рассказать. «Дама В» начала учиться у меня еще в 2017 году, и пришла она у меня с достаточно багажом значительным за спиной. И здесь я предложила, что нам дали еще один шанс попробовать изменить всю социальную деятельность данного подростка и взять на более такой интенсивный контроль. Давно был потерян интерес к самой семье и к матери, и, соответственно, дочь тоже не вызывала большого интереса со стороны отца. Мы как раз и смогли сформировать у ребенка социальную устойчивость и дать ей понять, что есть вещи, которые не уйдут, и есть вещи, к которым мы устремимся. То есть наши поездки просто уезжали мы в Москву. Все это нам позволило через полгода выровнять социальный статус подростка. Подросток уже заканчивал школу у нас. В девятый класс мы вышли на экзамены, то есть мы получили аттестат. То есть первую свою цель мы достигли, у которой у нас должно быть поддержание. Это у нас аттестат и дальше выбор самой профессии, которую хочет непосредственно подросток. Уже на сентябрь этого года девушка у нас поступила на курс, она хотела мастера маникюра. И здесь я уже вынесла входательство о том, что снять с профилактического учета самого подростка и самому семью. Социальный педагог – это скорее не профессия, это особое состояние души, это образ жизни, это целый мир. Это особое желание помочь детям обрести себя в этой жизни, это поддержка, это понимание в их проблемах. Самое главное – это любовь. При такой ответственности это должен быть человек, любящий детей, добрый, справедливый, грамотный и активный. Это все про нашу Оксану Анатольевну. Это к ней бегут дети из всех классов, чтобы поделиться своими проблемами, рассказать об успехах, просто поговорить. Такое доверие детей, безусловно, надо заслужить. Один из ее интересных проектов называется «Коллаборация как способ достижения социальной нормы». Проект направлен на социализацию подростков через взаимодействие с самим подростком, с семьей и органами социальной защиты. Оксана Анатольевна – это внимательный слушатель, мудрый советник, верный наставник. В своей работе она и психолог, и воспитатель, она и юрист, она же организатор. Она работает с трудными и проблемными детьми из социально неблагополучных семей, с детьми-инвалидами, с отстающими в учебе, с детьми, кто пережил самую тяжелую душевную травму. Дети и подростки, и особенно их классные руководители, с огромным удовольствием всегда обращаются к ней в самые трудные минуты в своей жизни. Оксана Анатольевна проводит профилактическую работу, организует мероприятия. Легче предупредить неверный шаг ребенка, чем потом долго и методично его исправлять. Один из таких случаев мы сегодня с вами рассмотрели на нашем занятии. А сейчас перемена. Спасибо. До свидания.